В последние 10-15 лет кинотеатры заполонили всевозможные сиквелы, ремейки и перезапуски, которые уже порядком надоели многим зрителям. Но далеко не все догадываются о том, что ремейки есть не только в современном кинематографе, но и среди культовых старых фильмов. Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Сегодня я расскажу вам об известных франшизах, которые получили второе или даже третье дыхание, благодаря успешному перезапуску. Ребят, но сначала зацените канал композитора Дениса Ковальского, автора хитов Чика и Держи, который берет интервью у топовых звезд. Ты мастер-бируешь? Да пошел ты знаешь куда. Мы проживаем день со звездой. Мы залезаем в жизнь артистов, звезд полностью. Мы видим их тайны, они расскажут нам свои секреты, не только свои. Будем ездить на их машинах, просыпаться в их постели, сниматься с ними вместе в кино. Будем все делать, что они делают, есть их еду. Симулировали когда-нибудь оргазм? Тебе нравится делать минет любимому? Леш, собаки бешь? И пингвина пришел. Ковальский! Канал прикольный. В общем, ребят, подписывайтесь по ссылке в описании. Трансформеры Бамблби. Думаю, в случае с киносерией Трансформеры пока рано говорить о каком-то перерождении. Первый фильм серии от Майкла Бэ вышел аж в 2007 году и был успешен не только у зрителей, но и получил сносные отзывы критиков. Ну а потом франшизу скатили в глубокое днище бесконечными и бездушными сиквелами. Каждые два года ради жажды наживы зрителям скармливали одну и ту же историю, которая явно ведет в никуда. Но в 2018 году случилась приятная неожиданность в виде Бамблби, который одновременно стал спин-оффом, приквелом и мягким перезапуском серии. Создатели не стали изобретать велосипед и просто вспомнили хорошо забытое старое. Вместо эпичных замесов, людям дали живую историю дружбы между роботом и девочкой-подростком. По сути сюжет фильма один в один повторяет первых Трансформеров, но и этого оказалось достаточно. Даже такой необязательный и попкорновый фильм как Бамблби показал, что в первую очередь зрителям нужна история, а графон и экшен имеют вторичное значение. Как бы там ни было, спин-офф умудрился вернуть франшизу из небытия и вновь пробудил интерес к Трансформерам. Теперь все в руках владельцев франшизы. Смогут ли они задать серии верное направление или снова утопят ее чередой бессмысленных блокбастеров? Покажет время. Музыка Би поможет тебе выразить чувства. Попробуй. Я так уже кип-дюма. Оно! В своих роликах я уже не раз говорил о том, что Стивен Кинг является самым экранизируемым писателем за всю историю кино. За свою карьеру он написал чертову ему произведений в самых разных жанрах, а многие экранизации стали культовыми. Побег из Шаушенка и Зеленая миля уже пару десятилетий входят в топы лучших фильмов по версии зрителей всего мира. Не менее культовым стал роман «Оно», который повествует о борьбе детей со сверхъестественным чудовищем. Облик клоуна Пеннивайза и неизменный красный шарик стали настолько узнаваемыми, что по сути обрели статус международного мема. Книга была опубликована в 1986 году, а четыре года спустя вышла первая экранизация. Режиссером выступил Томми Ли Уоллес, который адаптировал роман в виде мини-сериала. Телеверсия имела успех, но до больших экранов произведению было суждено добраться лишь через 30 лет после публикации. В 2017 году вышла одноимённая лента аргентинского режиссёра Андреса Мускетти. Постоянные зрители моего канала знают, что лично я воспринял фильм очень прохладно. Но моё личное мнение никак не влияет на оглушительный успех фильма. При бюджете в 35 миллионов долларов ужастик собрал в прокате 700 миллионов. Критики окатили ленту хвалебными рецензиями, а зрители с удовольствием занесли в кассу кучу денег и дали зелёный свет продолжению. Вторая часть, основанная на истории повзрослевших героев, должна появиться в мировом прокате уже в этом году. Рокки, Крид. Сильвестр Сталлоне и его своеобразный подход к созданию киносерии заслуживает отдельного часового ролика, поэтому здесь я изложу своё мнение вкратце. Первый Рокки – легендарная картина, которая вывела слоя в люди и при этом задала векторы развития как для фильмов про бокс, так и для спортивных драм в целом. Неудивительно, что в течение следующих 40 лет Сталлоне никак не мог расстаться со своим любимым героем, в результате чего перегнул палку и скатил серию в посмешище. Блин, ну вот серьёзно, в 2006 году в прокат вышел фильм «Рокки Бальбо», где постаревший дедуля на равных бьётся с молодым противником. Более того, Сталлоне даже снял концовку, в которой его герой триумфально побеждает соперника и вновь становится чемпионом. К счастью, от этого маразма отказались, и Рокки с честью проиграл решением судей с маленьким отрывом. Но в 2015-м великий чемпион снова вернулся на экраны, теперь уже в статусе тренера. Как по мне, первый Крид вышел довольно посредственной и необязательной работой, если рассматривать его именно как художественное произведение. Но для Сталлоне это был замечательный шанс закончить историю Рокки на позитивной волне после кучи дерьмовых сиквелов. Во-первых, фильм хоть и получился проходным, но был вполне адекватным. Всё, что у меня есть, поставлено на кон. И я здесь. Сидишь тут, плачешься, что никто тебя не любит. Я с тобой каждый день. Я стою прямо перед тобой. Во-вторых, его любимый Рокки снова был на коне, хоть и за пределами ринга. Ну и в-третьих, самому Слаю по итогам сезона присудили Золотой Глобус, который был больше похож на награду за выслугу лет. Самое время отправить Рокки на заслуженный отдых, но куда там. Сталлоне в очередной раз не смог вовремя остановиться и запилил сиквел Крида, который стал восьмым фильмом серии. При всей моей любви к Слаю, второй Крид для меня стал совершенно ненужным куском биомассы, который в очередной раз потащил историю Рокки в никуда. Теперь осталось снять третьего Крида, а потом можно будет запилить фильм про Рокки в загромном мире, где он дает люлей всем умершим чемпионам. Кстати, подробный обзор второго Крида лежит на канале, так что можете посмотреть. Здесь я не буду по второму разу обосновывать свой негатив в отношении фильма. В нашей жизни и так было слишком много Рокки. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. 11 друзей Оушена. В 2001 году Стивен Содерберг выпустил фильм, который был просто обречен на успех. Криминальная комедия про очаровательных мошенников, в которых сыграли самые популярные и красивые мужики Голливуда. Что еще нужно для счастья? Достаточно было придумать успешную концепцию, но и этого делать не пришлось. Дело в том, что фильм Содерберга стал банальным ремейком. Оригинальная лента с тем же названием вышла аж в 1960 году и в свое время имела оглушительный успех. Главной роли там исполнили знаковые люди эпохи. Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Шерли Маклэйн. Сюжет рассказывал про 11 друзей десантников, которые решили ограбить сразу 5 казино Лас-Вегаса. Само собой, сценаристы ремейка внесли свои коррективы, но в целом концепт остался прежним. Знаменитые лица на главных ролях, криминальная история в комедийном духе и отличная музыка. В результате запаса прочности хватило на целую трилогию. Потом мы просто так вынесем оттуда 150 миллионов долларов наличными и никто нас не остановит. Да. А окончательно втоптали франшизу в грязь только в прошлом году с выходом фильма «Восемь под рук Оушена». Отступники Фильм 2006 года стал триумфом великого Мартина Скорсезе. Ди Каприо, Джек Николсон и Мэтт Дэймон в главных ролях. Сборы в 300 миллионов долларов при бюджете в 90-х. Высочайшие отзывы критиков и 4 премии «Оскар», включая победы в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр». Также среди наград была ещё одна номинация «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий». Ключевое слово здесь адаптированный. Мало кто знает, что «Отступники» – это не оригинальное произведение, а самый настоящий ремейк. Скорсезе переснял азиатский фильм под названием «Двойная рокировка», что является обычной практикой в США. Найти успешную историю в Европе или Азии, а потом переснять её с топовыми актёрами и голливудским размахом. Заслуга режиссёра и актёров это нисколько не умаляет. Но факт остаётся фактом. В 2006 году лучшим фильмом стала успешная голливудская копия азиатского фильма, которому придали нужного лоска. Тебе не будет больно. Напротив вас сидит массовый убийца. Массовый убийца. Хатика. С Хатика приключилась ровно та же история, что и с отступниками, с той лишь разницей, что здесь в основу положена реальная история верного пса. История эта приключилась в Японии, и все вы её знаете. Жил-был мужик, у него был верный пёс. Мужик умер, но пёс не смог пережить разлуку и до самой смерти ждал хозяина на железнодорожной станции, куда приходил каждый день в течение 10 лет. Благодаря своей настойчивости, пёс ещё при жизни стал символом верности в Японии. А теперь слава о нём распространилась по всему миру. По сути, это была готовая история для драматического фильма, который и был снят японским режиссёром Сейдзиро Каяма. Лента вышла в 1987 году, а в 2009 на Западе запилили свой ремейк. По сути, шведскому режиссёру Лассе Хальфстрёму достаточно было просто не испортить оригинальную историю, и он с этим справился. Мумия. В первой половине 20-го века ребята из Universal были на коне. Именно в стенах этой студии придумывались и снимались фильмы, которые по меркам тех лет были самыми популярными и революционными. В 30-х годах на свет появилась так называемая вселенная классических фильмов ужасов. В неё вошли такие фильмы, как Дракула, Человек-невидимка, Франкенштейн, Человек-волк, Тварь из Чёрной лагуны и, конечно же, Мумия. Оригинальная лента была создана в далёком 1932 году и быстро стала классикой. Сюжет рассказывал о Мумии Имхотепа, которого случайно вернули к жизни археологи. Главную роль исполнил известный актёр того времени Борис Карлов. В 40-х годах был создан ряд прямых и косвенных продолжений, но они не смогли достичь такого же успеха. О Мумии забыли на добрых 50 лет, пока в конце 90-х до франшизы не добрался режиссёр Стивен Саммерс. Ремейк обрёл фантастический успех. При бюджете в 80 миллионов долларов фильму удалось собрать почти полмиллиарда. В сюжетном плане ремейк был довольно близок к оригиналу, зато в плане экшена лента ушла довольно далеко. Сейчас многие эффекты смотрятся так себе, но в конце 90-х Мумия действительно впечатляла. К тому же зрителям очень полюбились герои Брэндона Фрейзера, Рэйчел Вайс и Джона Ханны. Всё это позволило снять сиквел «Мумия возвращается», который повторил успех первой части в прокате и запомнился появлением пластмассового Дуэна Джонсона. А вот дальше всё пошло под откос. Франшизу покинул режиссёр Стивен Саммерс и актриса Рэйчел Вайс. Триквел собрал кассу, но получил ужасные отзывы. Дальше вы и сами всё знаете. Попытки студии в очередной раз перезапустить серию привели к провальному фильму 2017 года, который не спасли ни Том Круз с Расселом Кроу, ни бюджет в 125 миллионов долларов. В общем, франшиза вновь отправляется на пауку ждать лучших времён. Жажда власти привела будущую царицу Египта на тёмную сторону. Дабы защитить мир, её погребли навеки. Кинг-Конг Кинг-Конг является ярким представителем той же эпохи, что и оригинальная «Мумия». Фильм Мериана Купера вышел в 1933 году и поразил зрителей фантастическими сценами, которые создавались с применением техники комбинированных съёмок. Да, сейчас эти кадры выглядят забавно, но для зрителей тех лет это было примерно то же самое, чем для нас стала возможность погрузиться в виртуальную реальность. Культовый фильм 1933 года породил волну сиквелов и фильмов-подражателей, но ни один из них не смог повторить его успех. В 2005 году за дело взялся успешный режиссёр Питер Джексон, который решил сделать ремейк в полном понимании этого слова. Джексон не стал переносить действия фильма в наше время и отказался от идеи кардинальной смены сюжета. Вместо этого он решил воссоздать дух оригинала с использованием новейших технологий. И в результате у него получился действительно очень качественный и успешный ребут. Я и сейчас с огромным удовольствием пересмотрел бы этот фильм. При огромном бюджете в 207 миллионов долларов сборы фильма перевалили за полмиллиарда. Главные роли исполнили и топовые актёры в лице Эдриана Броуди, ноами Уотса и Джека Блэка. Алброс, здоровенный обезьян и строился на игре неподражаемого Энди Сёркиса. Фильм Питера Джексона можно во всех смыслах признать успешным возрождением оригинала. Жаль только, что такое случается крайне редко. Дальнейшая судьба Конга полностью повторила путь мумии. В том же 2017 году вышел сраный остров Черепа, который оказался нафиг никому не нужен. Лицо со шрамом Многие будут удивлены, но оригинальный фильм относится к тому же временному отрезку, что и мумия с Конгом. Впервые лента с названием «Лицо со шрамом» появилась в прокате в 1932 году. Поставил фильм Говард Хоукс, а продюсером был известный магнат Говард Хьюз, тот самый, на биографии которого основан фильм «Авиатор». Прототипом главного героя был знаменитый гангстер Аль Капоне, а сама лента стала эталоном для дальнейшего развития гангстерских фильмов. 50 лет спустя знаменитый режиссёр Брайан де Пальма снял свою версию «Лицо со шрамом» с учётом современных реалий. Главный герой стал изгнанником Скубы, который осел в Майами. Образ амбициозного и жестокого преступника мастерски воплотил Аль Пачино, который уже тогда входил в число лучших актёров Голливуда. Сейчас в это трудно поверить, но в 1983 году критики разнесли ленту Брайана де Пальмы в пух и прах. В прокате фильм с бюджетом в 25 миллионов долларов показал неудовлетворительные показатели и собрал всего 65. Но со временем картина обрела статус культовой и вошла в число величайших гангстерских фильмов, которые оказали огромное влияние на массовую культуру. Бэтмен. В кино главный супергерой студии DC регулярно переживал крутые взлёты и падения. Первые экранизации появились ещё в 40-х годах прошлого века. В то время они были достаточно популярны, хотя сейчас эти кадры вызывают разве что добродушный смех. Успешной была и экранизация 1966 года, где впервые появился Джокер в исполнении Сесара Ромеро. Но первый действительно масштабный успех пришёл с постановкой Тима Бёртона, которая вышла в свет в 1989 году. Здесь герой в исполнении Майкла Китона впервые обрёл свой каноничный кинообраз, а роль Джокера сыграл неподражаемый Джек Николсон. В 1992-м Китон повторил роль Бэтмена в фильме «Бэтмен возвращается». Ну а дальше начались проблемы. Сначала появилась спорная экранизация под названием «Бэтмен навсегда». Режиссёрское кресло занял Джоэл Шумахер, а Майкла Китона сменил Вэл Килмер. От былой популярности не осталось и следа, но главный провал был впереди. В 1997-м вышла лента «Бэтмен и Робин», которая запомнилась фанатам ужасным костюмом Джорджа Клуни с пластиковыми сосками. Экранизация вызвала праведный гнев фанатов, и о франшизе пришлось забыть на 8 лет. На больших экранах супергерой возродил Кристофер Нолан, который создал новую версию Тёмного рыцаря и Готэма – современную, суровую и мрачную. Технологии, наконец, позволили воплотить фантастические элементы фильма без театральной бутафории и смешных допущений, как было в предыдущих работах. На роль Бэтмена пришёл максимально серьёзный Кристиан Бэйл, а сиквел затащил невероятный Джокер Хита Леджера. Последний фильм серии традиционно считается самым слабым, но он логически завершил самую успешную трилогию в истории этого персонажа. С тех пор мы больше не видели сольных фильмов о Бэтмене. В 2016 году плач напялил Бен Аффлек, причём его грустный бронированный Бэтмен многим пришёлся по вкусу. Но киновселенной DC как-то не задалось. Да и сам Аффлек регулярно добавлял в франшизе проблем своей борьбой с зелёным змеем. В результате, на данный момент, должность Тёмного Рыцаря снова свободна. И пока непонятно, когда зрителям будет представлена очередная киноверсия супергероя. Ребят, надеюсь ролик вам понравился. Вчера, кстати, был очень интересный выпуск о том, как Николас Кейдж из топового актёра скатился на дно. А Кейдж, между прочим, чуть-чуть не сыграл Супермена в своё время. В общем, гляньте по ссылочке, если пропустили. Ну и не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропускать всё самое интересное из мира кино. И до скорого. Пока.